С точки зрения разведки обсуждали, что приезд его, конечно, бывает только накануне совершенно исторических событий в Украине. А это мы все предполагаем связано, естественно, с войной, с возможным наступлением врага, с возможным наступлением и захватом наших территорий. И это правда. Точнее, это тоже правда. Хотя какой может быть большой секрет по поводу наступления врага? Но только сегодня уже ленивый не понимает, что обсуждать с точки зрения разведки, с точки зрения военного искусства. Да, мы не военные, но кадровые военные же понимают прекрасно, что предсказать действия страны-агрессора совершенно не есть проблема, понимая их действия. И несколько алгоритмов тактических ходов всегда можно, естественно, разных вариантов предугадать, подготовиться, рассмотреть все их. Но здесь немножко другая война. Это гибридная война. Поэтому здесь очень сложно предсказать действия противника, а тем более такого сумасшедшего врага, как наш сосед. Поскольку он не собирается с точки зрения военной что-то сейчас опять захватывать. И поэтому сложно рассматривать, где он бросит там войска или там. Или там не бросит, потому что мы все заминировали. А ему все равно. Он собирается десятки тысяч сейчас простых солдат, простых своих мужиков просто кинуть живьем. Да, так, именно так, живьем на разминирование. И когда на это поле побежит 10 тысяч, 20 тысяч солдат, и будут просто, как делали фашисты в Великую Отечественную, разминировали людьми, то рассматривать вариант, что он не нападет там, где у нас сильно заминировано, очень преувеличено. Для него люди это мусор. Он их не рассматривает за людей. Поэтому рассматривать надо самые необычные, самые страшные и самые нереальные сценарии. Потому что реальными сценариями он уже не может пойти. И поэтому с точки зрения военной вряд ли глава ЦРУ приезжал лично. Мы должны понимать, что мы должны смотреть все, что можно. Анализировать все, что можно. И все, что даже мы смотрим, это все может быть правда. Но есть и другая правда. Та, что не видно, ту, что прячут, та, что замаскирована. И мы должны все понимать, что параллельно с обычной войной идет информационная война. Потому что его цель сейчас не что-то уже захватывать, он думает, что уже все, что нужно, захватить. Цель нагнетать, давить, чтобы мы испугались, боялись и отдали. То, что он хочет. Поэтому и распространяются такие полуфейки, полуправды. Где он соберет миллионную армию, он-то соберет ее не вооружить, не накормить, не одеть, не доставить. Очень практически невозможно. Но опять же, с точки зрения военного искусства, а с точки зрения нашего сумасшедшего соседа, он просто их всех погрузит в бочки и привезет на товарных цистернах, поверьте, и просто бросит на минные поля, как живьем, как тараканов, они будут бежать, погибать и так далее. Пока мужик русский не поймет, не очнется. А он никогда не поймет и не очнется. Поэтому надежда, возможно, в России на их мам, жен, подруг, любовниц, сестер, что они, возможно, очнутся и как-то все-таки этому помешать. Субтитры создавал DimaTorzok